всем привет рассказываю реле включения электровентиляторов на нашем автомобиле многие у нас устанавливают электровеники со штатным датчиком вот по моему от жигулей что а вот это вот реле это с алиэкспресс очень известная штука которая очень многие пользуются подключение этого реле элементарное 12 вольт в нем стоит само реле небольшого размера 10 ампер но вот это реле дублируется реле которые подключены к самим вентилятором через вот этот ключ который замыкает это реле она подключается включается ответственно вентиляторы подключена но по минусу у нас к нашим вентилятором верил показания вот этого термометра разница всего в полградуса вот с таким вот обыкновенный бутутным термометр термометром по температуре человеческого тела и по температуре кипения получилось что в чайнике вот такой вот градусник показывает где-то примерно 101 градус при кипении не знаю как у кого и вот сколько покажется такой ртутный градусник я таким не пользовался но в принципе показанием вот этого датчика я доверяю как он устанавливается в автомобиле очень просто это нас наш штатный неисправный датчик из которого вынута внутренность этот датчик на 10 килоом кстати кто не знает он на 10 килоом и при повышении температуры его сопротивление изменяется в меньшую сторону вместо внутренности штатного датчика вставляем этот и заливаем его или эпоксидкой или холодной сваркой или клеем но скажу так на будущее чтобы меньше было заморочек чтобы его вдруг нужно было потом поменять или вынуть лучше всего его залить клеем чтобы потом его легкую можно было оттуда вытащить установлен у меня в переходнике верхний патрубок радиатора включается выставлен на температуру 95 градусов вот это реле имеет шесть или семь программ которые нас в принципе эти семь программ не интересует интересует только одна программа которая числится у нас под номером 2 включается программы нажатием делительно на кнопку set нулевая программа нас не интересует это выбор получается температуры один как раз нас интересует это температура верхнего границы верхнего срабатывания нижнего срабатывания этого термодатчика реле чем смысл ставим вот эту границу сами до разбег получается если должен вентилятор сработать 90 ставим выставляем температуру 95 градусов сработает на 100 градусах и будет охлаждать до 95 если соответственно кому-то нужно ниже выставляем ниже показываю как это работает с выставки поменьше разбег в два градуса и покажу как включается температуру установим верхний предел включения нажимаем один раз нажимаем нижнюю кнопку и сейчас мы поставим на 30 градусов представьте что это электровентиляторы это верхний патрубок установили на 30 градусов несколько раз нагнуло зафиксировалась сейчас я нагреваю датчик температур до 30 градусов температурой тела дискретно сейчас на вот этом датчике выставлен один градус проверяем как работает включается реле сейчас будем нагревать 29 градусов реле замкнет цепь соответственно сработает электро вентилятор 29 градусов 30 на 30 градусов сработал электровентилятор сейчас будет остывать все реле разомкнула цепь вот такой вот интересный датчик температуры и саму реле обычно ставят на температуру воды на какие-нибудь кулер и установим обратно температуру 90 градусов чтобы срабатывал датчик на 95 кто не знает у нас верхний патрубок горячее нижнего патрубка ну соответственно сейчас я установлю дискретно срабатывание это 5 градусов но и тут эмпирическим путем сами выставляем температуру которая вам нравится разбег 5 градусов в 4 в 3 в 2 ну соответственно чаще будет включаться вентилятора или реже на али экспресс это реле стоит примерно 300 400 рублей можно найти и в другом фору факторе бывает они гораздо больше с большим количеством функций бывает поменьше плавненько перемещаемся в автомобиль под капот и смотрим где установлен вот этот вот датчик ну вот я у своего автомобиля вот переходник вставленный в верхний патрубок купленный на али экспресс это наш штатный датчик вот такой вот у нас штатный датчик стоит ключом на 12 мы его сейчас отсюда вынем и поставим вместо него датчик который мы с али экспресс внедрили вместе с термостатом термореле бояться того что отсюда вылиться антифриз не стоит давление совсем маленькое поэтому он даже не выливается и там как стоял так и стоит ставим наш датчик закручиваем по резьбе он входит изумительно у него резьба одна восьмая по моему сильно затягивать не стоит вот так в принципе тут давление всего 0,9 так же как и наш датчик ну в принципе все хорошо вот таким вот образом подтянули указываю о том что стоит у меня в штатном месте для нашего вот это для нашего вот такого датчика а в штатном месте который который находится вот здесь вот оно штатное место здесь находится еще один датчик тоже с али экспресс но он у меня стрелочный и выведен на стрелку на приборной панели разница между температурой здесь верхнем патрубке и здесь в головке блока цилиндров бывает пару градусов все сейчас это все подключаем к самой системе и смотрим что получилось извиняюсь за пиканье я динамик не отключаю итак подключил термостат подключается элементарно питание и провода на сам ключ сейчас у нас температура воздуха 3 и 6 градусов на улице по этому градуснику и по этому градуснику у нас получается температура 3,8 градуса 0,2 градуса разница но это терпимо и хорошо погрешность в принципе допустимая далее смотрим на нагрев двигателя и включение вентиляторов так пошел нагрев двигателя по чуть-чуть помаленьку нужно добавить оборотов уже 14 градусов прекрасно хорошо вот датчик который у меня аналоговый стрелочный начинает работать с 40 градусов автомобиль прогрет до 90 градусов сейчас тот датчик который установлен в головке блока цилиндров показывает 90 а здесь показывает 84,5 градусов 85 разница в 5 градусов тот что в верхнем патрубке и тот что стоит в головке блока цилиндров если едем на ходу то здесь вообще показывает разбег получается где-то 79-78 градусов здесь где-то 87-88 градусов сейчас температура двигателя показывает в головке спустя 5 минут где-то 89 градусов 88 здесь 87 градусов 86,5 с половиной потому что я качнул машину туда-сюда и видимо все-таки немножко разбодяжилась жидкость из головки в радиатор вот так понятно это не то что что-то в голове Дальянный